Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Кто дожил до сегодняшнего влога, всем большой привет! Мы с вами... Ребят, напоминаем, мы едем смотреть дом на стадии строительства к нашим друзьям, которые живут здесь, в Америке, в другом штате, купили здесь, во Флориде, во Флориде, как правильно, да? И мы едем туда сейчас посмотреть, на какой стадии строительства у них дом сейчас. Мы когда-то уже показывали их дома, были у них в гостях, когда там был только фундамент, и, по-моему, внешние стены, да, внутренних стен не было вообще. Сейчас мы с вами посмотрим, есть ли дом будет открыт. Дело в том, что сегодня выходной день, и, скорее всего, как ребята нам сказали, будет закрыто, строители закрывают дом, ну, возможно, возможно, будет открыт. Потому что у них уже внутри интерьер идет, поэтому уже закрывается. Да. Еще посмотрите, пожалуйста, вот, которое видео, которое мы записали до этого, поспорили комьюнити, обалденное вообще комьюнити. Да, супер. И с него сейчас ездим. Так, ну что, покажем, Нейберфуд, наконец-таки. Да, это близлежащие соседи, короче. Слушайте, шлагбаум. Так, мы выезжаем пока из прошлого влога, друзья. Да, давайте все, давай, показываю дорогу. Поехали дальше. Так, это мы, ребята, выезжаем из вот этого вот. Как он чего-то, Палм? Где мы были? А, Гранд Палм, да. Гранд Палм, да. Так, и теперь мы едем уже к нашим ребятам гостям. Ребят, где мы находимся? Мы находимся, это Виннис, и это недалеко от города крупного Сарасота. И Орел, между Нейплс и между Сарасотой. Ну, я бы так не сказал, да, Нейплс нам еще отсюда как минимум час ехать, потому что... 45 минут. Да. Нет, не 45 минут, час ехать. Ну, может, час ехать. И, короче говоря, ну, рядом находится крупный достаточно город Сарасота, международный аэропорт Брэндентон-Сарасота, так что все есть. Да, мы сюда попали. Вот, кстати, Гранд Палм, еще один въезд у них, видишь, какой огромный. Он очень большой, он прям очень большой, друзья. Это было в прошлом влоге, кому интересно, посмотрите. Вот у нас сейчас прям будет поворот, и мы на самом деле, благодаря вот ребятам, нашим подписчикам, которые нам рассказали, показали. Они тоже долго искали себе место для строительства, подчеркиваю, дома. Они заказали, и это было строительство. Оно у них шло, должно было закончить конец сентября, но сейчас вроде как им обещают октябрь уже. Небольшая там как бы задержка была, она сейчас из-за ковида. Иногда везут долго комплектующий, такое бывает, но это не страшно. Вот, и вот мы с вами заезжаем, въездная группа, и поэтому мы вам сейчас покажем, что да как. Все подробности, в принципе, вы пишите под этими, и ребята, вот, кстати. Да, кстати, ребята читают комментарии, и если какие-то вопросы, пишите, они ответят. Называется, кстати, Northport Welcome. Удивительно, есть еще отдельная зона Northport, а это вот Northport Welcome. Такая вот въездная красивая группа. Очень красивая, вообще вот въездная вверху топорная, вот они все дома строятся. То есть оно еще более новое, чем то, которое мы показывали до этого. Поэтому, ребята, цены здесь уже выросли. Видите, еще нет таких джунглей, это значит, что совсем новое все. Ну вот, видите, вот справа, например, Best Village, это уже готовое. А слева вот это как раз мы сейчас будем заезжать не через главный вход, а через строительный, где как бы заезжают строительные машины. Поэтому не удивляйтесь, то есть на самом деле там очень красиво. Посмотрите, какая территория вокруг, то есть скамеечки, парки, озера. Так, ребят, вот я вам прямо вот здесь на навигаторе покажу сейчас, где мы находимся. Вот так. И отсюда мы специально смотрели, отсюда до океана, по-моему, если не ошибаюсь, минут 15-20 за езды. Так, вот он называется Ренессианс Веллан-Парк. И это, это как бы запасной въезд, вот так скажем, потому что центральный въезд другой. Так, ну видите, все такое лысенькое. Значит, все будет новенькое. Да, значит, все будет новенькое. И за последние буквально там 4 месяца, когда ребята купили, здесь уже подорожание произошло как минимум на 50 тысяч долларов. Уже стало дороже. Вот так вот, ребята, быстро, короче говоря. Кто успевает синвестировать еще, тут очень многие просто вкладываются. Ну вот смотрите, из чего строятся дома. Получается из пеноблок, шлакоблок, да, как они называются. Черепицу вот выложили, видите, наверху кто-то заказывает вот кровли все деревянные, они строго регламентированы. А вот, смотри, дом уже готовый. Видишь, да, можно две машины внутрь, две снаружи. Да, и мы приехали. Вот дом, ребят, вот он серенький уже готовый. Так, ребята, мы у вас в гостях. Ребята, мы опять к вам, Костя, а вы все не приехали. А вы все не приехали, а мы уже второй раз. А мы второй раз у вас в гостях, да. Это то, что он, да? Почему-то свет у них только горит, вот непонятно. Так, можно заходить? А, ну, знаешь, там он открыта, дверь. Ну-ка, пойдем-ка. Так, друзья, вот так вот выглядят их соседи. Вот их лица. Домики. Соседки и домики. Так, здесь еще пока не залили бетоном. Вот это вот у соседей, смотрите, как. Вот получается вот эта вот дорожка. Здесь входят две машины, внутрь две машины. Там уже живут, наверное, поэтому... Ну что, Лен, аккуратно. Там вообще все живут, смотри, сколько там. Там вообще все живут. Да. Можно зайти, оказывается. Так, ну давай посмотрим. Мне понравилось. Говорит, скорее всего, ключей не будет. Так, ключей не нужны и ребят. Через гараж можно пройти, да. На самом деле, вход вот он. Свет почему-то везде зажжен свет. Возможно, что работать. Сейчас вам... Так, вот это вот вход. Не знаю, можно сюда пройти или нет. Так, вон там есть дверь. Ну, понятно, да. И можно еще, конечно же, через гараж пройти. Слушай, ну, уже прям финально. Это гараж. Ну, да. Прям уже отделка такая идет, да? Их нет. Нет, никого нету. Так, вот она, входная. Значит, зажать, иди, кто хочет. Слышишь, мне нравится. Они говорят, ключи, только не будет включать. А нет, ключи есть. Они закрыли реально. А зачем закрывать дверь? А зачем? Окон нет, гараж открыть. Так, ребята, посмотрите. На самом деле, посмотрите, мы снимали, когда было еще фрейм. Коробка просто, да. Коробка была. И как бы, как смотрелось. И вот настолько. Вот смотрите, вот комната раз. Вот уже, смотри, полностью законченная ванна. Так, а вот теперь уже понятно. Снимай, ребятам, будет интересно посмотреть внимательно. Конечно, конечно, да. Смотрите, ребята, ваша ванна, можно сказать, уже готовая. Мы, мы, кстати, будем ванна. Толчок. Раковина. Так, это что такое? Это комната. Это комната. Так, ребята, мы в вашей комнате, не знаю, чьей. Два окошечка. Главное, не спать на кровати, не помнять ее вот так, помнишь? Раздеточки. Ты не видишь? Да, да, да. Не, ну здесь уже, да, покраска. Уже двери стоят, шкаф. Смотри, да, видишь, даже уже крючочки висят, что... А вот интересно, это, кстати, надо им задать вопрос, а я могу вот это все сделать сам и не заказывать? Вот, чтобы у меня полочки, все это, потому что это все, ну, понятно, что это не проблема. Или же это уже акционно уже входит. Ты фиг откажешься. Так, из этой комнаты выходим. А, кстати, посмотрите. Дверь, ребята, у вас дверь стоит в комнате. Посмотри, камень, видишь, или плитка. Ну, конечно, как? Нет, а вот здесь, скорее всего, камерин будет скорее. Подожди, это где мы? Это еще одна комната, правильно? Да, это еще одна комната. Да, это еще одна комната. Это шкаф, комната с видом к соседям. И вот это вот для чего? Для шкафа, да? Это для шкафа, да. Для шкафа, да, дверцы для шкафа. Либо открываться, либо разъезжаться, я не понял. А, это вот так они будут, слайд. Наверное, да. Так, дальше. Что у нас дальше? Так, я запуталась. Вот это вход. Вот это вход был. Да, это вход. Так, это был гараж. При входе. Так, такая широкая зона. Еще одна комната. А, нет, это... Так, это комната. Это лаундри, явно для машинки, похоже, там стоят. Похоже. Да, да, лаундри, потому что вот здесь. Вот речь идет о том, что здесь. Да, возможно. Вот уже стоит. Ну, обратите внимание. Тоже получается ванна, туалет, раковые. Все очень похоже друг на друга, как мы вам дома сейчас показывали. Белые двери, да, белые розетки. Вот примерно так, как нам пока только без мебели будет. А так все будет готово полностью. Да, абсолютно. Видите, даже в шкафы двери все это будет. Вот, видите, выведено под люстры полностью заглушки. То есть все, приходи, вешай. А, да. Прям как пик строя. Так, это комната 2. Лаундри, огромный-огромный зал. Это что, это лаундри? Кухня. О, смотри. Сырники готовить. Точно. А у ребят, у вас уже кухня есть. Уже, вот, ты говоришь, да, не входит. Споришь со мной каждый раз. Входит все. Так, а нет. Входит и выходит. Ну, понятно, да, но оно есть. Вот ты вот берешь не пустую квартиру. Ты берешь, получается, с мебелью кухонной, ванная, туалет. Все это будет. Можно заезжать и жить хотя бы на полу, спать можно. Все есть абсолютно. Слушай, мне в этом все везде открыто. И вот, пожалуйста, и техника. Так, а это вот ваши, ребята, плита, где вы будете готовить блинчики. И сраные сырники. И сраные сырники. Это наша шутка, не обращайте внимания. Это наша дурацкая шутка. Так, а вот это что это будет? Это здесь будет, наверное, столовая зона, да? Я так понимаю, кухня вот на этом заканчивается, да? А здесь будет столовая зона. Это очень большой зал и вот эта территория. И вот у меня вопрос. А я могу, интересно, потом, впоследствии, заказать тебе бассейн, если я его сразу не заказал? Вот интересно, тоже вопрос вам, кто знает. Потом нет, конечно. Сразу заказываешь. А если я не заказал, как это, потом я ничего не права через год или через два заказать? Вот я и вопрос. Ответь, кто знает. Вот самые стандартные, вот они вот везде. Обычные выключатели. Мы смотрим за миллион долларов, что за два и что за, как бы, за 500 тысяч, а одинаково. И что за трот тысяч будет такие. Смотрите, какая я вот сейчас гостиную хочу все показать. Получается, вот эта вот кухня, зона, видимо, со столом. Клозет, шкаф для запасов для урагана на ураган. Вот здесь будет, я так понимаю, холодильник стоять. Знаешь, что мне не нравится, то, что у них горит везде свет и даже течет вода. Ребята, если вы платите сейчас за, это я не знаю, пластики. Имейте в виду, у вас все горит. И там еще и вода течет. Вода течет. Подожди, я хочу показать столешницу. Видите, она под каким? Здесь будет каменная столешница. Я сейчас заклею обратно, не переживайте. Видите, каменная столешница. Мы ее заклеим обратно. Мрамор. Так, пойдем. Вот так и подожди, Вова, подожди ты со своим мастером. Смотрите, кухня вот так вот закрыта. Пленочкой. Ну не надо открывать. Нет, я хочу наоборот заклеить, чтобы она не пылилась. Нет, там вон заходи, все хочешь, бери, что хочешь. А что тут брать-то? Технику, да? Ваша кухня, ребята. Доводчиков нет, к сожалению. Так, есть техника Вирпол. Ох, обожаю Вирпол, мне она прям нравится. Так, ну и вот такая вот зона с шкафчиком под консервой на ураган. Вы во Флориду, ребята, переезжаете, ураганчики, ураганчики, поэтому. Не выключается, да, кстати, да, ребят, не выключается ваша цель. Почему-то я его не пощелкал. Да, здесь реально холодильник же, да? А он будет интересно стоять, да? Потому что я смотрю, микроволновка есть, плита есть, а посудомойка есть. А вот такие вот интересные размеры. Сейчас, Вовик, подожди. Кухня, это же самое важное. Посудомойка есть, ребята, посуда. Посудомоечная машина. Видите, она вся в пленочке, все хорошо, все чистенько. Ну, конечно, конечно, сдаваться дом будет в идеале. Да я не отрываю, господи. Такой вот у вас кран. Ну, вот они, опс, водичка есть. А вот это вот зона отдыхальная. Диван, телевизор. Вот здесь будет диван стоять, вот здесь будет телевизор висеть, правильно? Так, дальше. Вот это мастер-двейд-рум. И здесь большой... Эта комната. Да, вот то, что вы смотрели, то, что мы понимали. Большой сам узел, душевая отдельно, туалет. Две ракли, да? И большое, правильное решение, и большой гардероб. То есть, он не надо, его два. Лучше, мне кажется, когда он оденен. Ну, мне лично, я про себя говорю, мне лично вообще не надо, мне и тумбочки хватит. Как я всегда шучу, водичка льется. Почему бы нам существенно не сэкономить? Да, на гардеробочке. Так, это у нас толчок с дверью. Уже дверь уже стоит. Так, это что? Это гардеробная, про которую Вова сейчас говорила. Ну, большая, большая, ребята, большая. Уже дверь стоит. А, это что? А, это шкафчик. Шкафчик, да. Шкафчик. Банный шкафчик. Слушай, ну, ванна прям большая, да, Вов? Да, прям целая комната большая. Большая, да, прям ванна. Когда все это уже причешут полностью, оно будет прям вот, прям готово. То есть, зашли, включили свет, кондиционеры, у вас уже все готово, просто заехали и начинаете расставлять мебель. Да, у вас будет пол полностью, стены полностью, техника, кухня, ванны, санузлы, все будет готово. Просто можно даже заезжать без мебели и как-то на полу переночивать. Перевод Батти Арсан, так называемый. Да, вот здесь пока непонятно, что они будут делать, да? Мы можем только показать, что делают соседи. Так, у соседей, вот получается, соседский дом. Там уже живут, у них скрин, я не знаю, бассейн или нет. Вот, бассейн, вот здесь, я знаю точно. Есть, да? Вот он, да, вот он. Отлично, бассейн. А, вот, смотрите, соседи. Вот как мы забрали, никаких джакузи, никаких дурацких этих фонтанов. Да, это же лишние деньги, да? Да, вот это вот ванна, не джакузи, как она называется, или джакузи, да? Джакузи. Когда отдельно, да, от бассейна такая вот ванна стоит. Причем, видимо, у них животные, видишь, или дети маленькие, потому что закрыты виски еще одним забором. Да, да, это очень удобно, да, когда есть дети, животные, собаки, лабрадоры нашли. Там тоже, по-моему, бассейн. Это круто. Да, и вот их зона. Здесь, я не знаю, что они хотят здесь сделать, может быть, они расскажут. Он не заполнен еще бассейн, видимо, недавно заезжали. Здесь бассейн, да? Да, слушайте, хорошо, что у вас уже соседи все построились, вы единственные здесь, короче говоря, кто им пока пыль создает. Да, вам уже никто пыль тут не создаст. Да, это идеальный вариант, когда вы заезжаете последними. Классно, да. И смотри, букер, на самом деле, побольше, да, вон там, видишь, вон огородили. А вот там, да, вот видите, следующие, получается, через дом, видите, там забор, я вот сейчас приближу, там просто забором обнесли и все. Наверное, это дешевле, да, чем вот такой скрин с бассейном. Ну, конечно. Забор поставил и все. И покажем, что есть на территории. На территории есть, как и в том комплексе, и во всех практически комплексах. А можно здесь, да, какой-то план комплекса у них глянуть, да? Пойдем, конечно. Да, ребятам, в смысле, зрителям нашим покажем. Мы покажем, да, потому что те, кто пропустил вдруг это, мы покажем, что здесь есть также и бассейн, и спортзал, и все это есть. Класс, да, в прошлый раз мы были, просто была коробка, и ничего было непонятно. Как выключить им свет вот там? Я, кстати говоря, выключу, не знаю. Но оно, о, о, выключил. Может быть, они специально каких-то оставили, но тут кто-то вернет. Вот вкладайте еще, выключить свет. Да, вкладайте, пускай не оставим, мамы, может быть, просто специально оставили, или в гараже. У вас тут попивают стробери энд пепси, какой-то мусор. Ну, может, так оно надо, я не знаю, Вов. Ну, может быть, надо. Мы тут сейчас с тобой на портачу. Нет, это просто, потому что, если платят, ну, давай вот здесь один там оставим. Кто платит, да, показает? Да, если ребята, то, как бы, знаете, тут электричество нифига не дешевое. Вот это мне нравится, дверь закрыта, главное. Ну вот, и машины, получается, две входят здесь, две вот здесь. Супер. Да, четыре. Или можно, знаете, как часто делают американцы, а в гараже никаких машин не стоит, как у наших соседей, например, и вообще у многих, да, в нашем комплексе в том числе. У них тут кинотеатр может быть, они тут ставят телевизор, диван, спортзал, да. У нас у прошлых соседей было, сейчас там другие соседи живут, и опять там не стоят машины. У них там стоят велосипеды какие-то там, полки, какие-то диваны. Зимы не бывает. А машины стоят вот здесь. Да, вот смотрите, как тень вечером падает, то есть я думаю, что с утра она, как бы, да, на солнце, но когда вот у вас, допустим, у нас... Сейчас три часа дня, соседи все живут, за исключением вот этих вот напротив. Ну, слушай, я так особо грязи какой-то строительной не вижу, да? Ну, по всей видимости, они вот вымывают, выметают, видишь, здесь как-то. Поехали, да, заводись, жарко. Жарко, жуть. Машину лучше не оставлять выключенной. Так, мы разворачиваемся. Вот видите, гараж и две машины стоят. Причем машины такие немаленькие, да? И видите, дорожка, она вся, ну, свободно должна быть. Если ваша машина стоит на дорожке, то это как бы уже либо штраф, либо... Замечание, замечание сначала сделано. Ну, замечание, да, сначала замечание, потом штраф. Вот так вот, видите, гараж. Слушай, ну, в прошлый раз тут прям почти что-то путь не ревалялся, да? Да, ничего не было, быстрые были, блин. А вот такой же видел, смотри, уже, видишь, ставки повесили, видишь? Прикольно сделано. То есть дома, видите, они сделаны как будто деревянные, на самом деле это облицовка такая, то есть дом по-прежнему сделан из этих пеноблоков. Вот только начинают. Да, дамстеры, да, только поставили, видимо. Ну, вон вообще, человек, гамак, смотри, прям на углу. Ой, вот бассейн какой-то, джакузи. Да, 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 да. Сделано из джакузи. Видите, да, делает вот как раз джакузи, вот это вот стоит, это джакузи сделали. Ну, такой вот крутой навороченный бассейн. Ну, это кому как пришло, и может быть, кто-то хочет просто огород там высаживать, да, я так понимаю, не обязательно же, но бассейн плавать. Может, ты хочешь там помидорами все засадить, да? Да, ради бога. Засажать. Мне кажется, что это без разницы. Видите, какие вот, это уже тут на выбор, да, здесь можно выбирать. Вон, смотри, у кого, как система, видишь, орошение какая красивая, фонтанчик. Да, да, видела. У кого-то такой небольшой, прям скрин, и весь он под крышей, смотри. У кого-то он просто целыми этими огородными, вон, столы стоят, видела. Да, слушайте, вообще по-разному, такое ощущение, что это не в комьюнити, да, где настоящее домик, и то, во что гораздо. Это так и есть, я думаю, что есть какие-то ограничения по участку, а там делай все, что хочешь, либо не мешать. То есть, понятно, что там, ну, можно детскую площадку, мне кажется, поставить. Вот смотри, тоже скрин, тоже. А потом по скрину еще идет ограждение. А вот техничо не огорожено, просто так, пожалуйста. То есть, кто-то захотел, кто-то не захотел. Твое дело. Ты выбираешь модель дома, которую вам предлагают, да, в этом комьюнити. Выбираешь ее, ну, и делаешь, что-то не хочется. Ну, допустим, у нас собака, и понятно, что нам лучше поставить какое-то ограждение такое минимальное, чтобы она не убегала там, не дай бог, к соседям. И кошки тоже. Вот сейчас мы прям вот здесь покажем, ребятам, что еще у них. Я не знаю, сколько у них, честно говоря, AHA. Большое комьюнити. Да, ну, вот смотри, детская площадка. Он прямо сейчас, вон, даже дети гуляют там. Ой, как хорошо, что есть детская площадка. Нам так ее не хватает. 92 градуса у нас. Поэтому, ребята, площадки здесь обычно пустуют. В бассейнах плещутся все, а вот площадки, они пустуют. Большую часть года. Попадем, но сможем вам показать. Вот видите, вон мячи, вон спортзал большой, очень красивый. То есть, это все у вас на территории, все ваше, и ни за что вы больше за это не платите. Вот она классная площадка, смотрите. Сейчас мы прям выйдем, там покажем, и бассейн, и все, сейчас все покажем вам. Площадка. Ну, там у ребят уже большие детки, поэтому она им не нужна, но тем не менее она есть. Это площадка. Пойдем смотреть. Так, ну, вот здесь вот, вот здесь пойдем покажем. Начнем. Теннисные корты, их много. Ну да, обычно он не один, теннисный корт. Их даже здесь не два. Классная площадочка, жарковато, но примерно с октября, наверное, можно уже на ней спокойно выгуливаться. Да, вот здесь смотри, под мини, то есть это половинчатый, да, такой корт. Это мини, и еще один. И еще большие, полноценные, вот такие. Ух ты, где ж ты ездил-то? Где ж ты такую грязь-то во Флориде нашел? Не знаю, да где-то он, наверное, там по улице где-то гонял. И вот большие теннисные корты уже, полноценные. Площадочка. О, с этими штуками, с этими опилками. Чтобы не пораниться. Чтобы коленки, ноги, руки не переломать. Мягкое покрытие. Вот большие теннисные корты. Вот это полноценные уже. Здесь можно и вчетвером прям играть, пара на пару. Ну да, здесь оно и разбито тоже, вот их здесь. Это хороший прям такой полноценный корт для теннисистов. Ну, как вы понимаете, никто в очереди здесь не стоит. На самом деле... Ну, вечером, я думаю, будут играть. Пойдемте посмотрим основную зону отдыха. Там народ, правда, отдыхает, но так сейчас немножечко поснимаем. Аккуратненько, да. Вот это вот. Какая-то странная американская игра, о которой мы каждый раз не можем понять, что тут делают. Смотрите, какой вид, да? Вид, да. Супер. Часто в парках можно увидеть вот такую вот игру. Можно вот так, видите, себе ставить очки. Ну да, да, да. Ну так, в целом, более-менее понятно, но ничего не понятно. Ладно, пойдем подскажем основную зону. Еще те активити у нас, Лена, максимально неактивные. Я, да, мне хватает дома активити. А может, максимум клубком свелать? Мне дома хватает активити, Вовик. Поэтому здесь максимум на шезлонге поваляться и в бассейне полежать. Именно полежать, даже не поплавать. Хотя я люблю плавать. Да, молодежь сидит. Так, ну так немножечко вам покажем, друзья. Есть дорожки. Есть даже вон сетка для водного пола. Вау, круто. Да. Класс. Народ отдыхает. Народ свинцом. Там вообще молодежь. Пойдем, да. Пойдем. Класс. Покажем спортзал. Ну, в принципе, можем, конечно, зайти, здесь не закрыто. Ну, не надо, мы уже застанем. Там людей много, не хочется смущать никому. Да, вот клубхаус, вот спортзал. Молодежь сидеть. Сейчас мы прям... Сейчас мы прям... Если открыто, пойдем покажем. Кого? Не, надо было тут зайти, там открыто можно зайти. Слушай, большой сейчас спортзал, на самом деле. Большой, да. И весь инвентарь, видите, есть. Да, весь став, есть вообще все. И можно, видите, закрыть, если вам солнце светить мешает, можно закрыть. Сейчас там в зале ни одного человека нет. И потом пойти окунуться в бассейн. Классно, конечно. У нас в Майами еще и сауна была, и хамам был. Мне вот тоже почему-то это напомнило Майами. Их зал. Посмотри, вот видишь, санузлы, душевые, то есть все как бы попало. Ага. Закрыто. Да. Ну, в принципе, понятно, что там все классно, все круто. Короче говоря, супер-пупер. Супер-пупер, да. Здесь также есть, обратите внимание, как везде, есть в обязательном порядке гостевая зона, куда вы можете, вот допустим, если мы приехали в гости, мы не обязательно можем сидеть дома, а можем пройти сюда, там покупаться в бассейн, посидеть, посидеть, с собой взять всякие закуски, там же будет раковина. Там есть гриль, есть раковина, все помыть, есть холодильник для напитков. Ну, я так думаю, да, мы там не были, но, как правило, одна и та же опция, да. Даже у нас это есть в нашем комплексе. Даже в нашем простом комьюнити все это есть абсолютно, да. И это все за вот ваши. Я не знаю, кстати, ребят, напишите, сколько Эйчуэй у вас. Да, ребят, вы напишите, сколько у вас там Эйчуэй, там еще может быть какую-нибудь информацию, я закреплю это сообщение, этот комментарий прямо сверху, чтобы все сразу видели, если кому-то это интересно. Друзья, жара капец просто, ребята, вы из более холодного штата переезжаете сюда, но здесь прям жара-жара. Как говорится, вот и лето прошло, но только не здесь, только не во Флориде. Ну, все, друзья, показали, рассказали, все, что смогли, увидели. Да, мы, мне кажется, постарались вам так максимально по-свойски донести, но мне кажется, что очень, очень, вот, кстати, вот эта вот зона, видишь, вон она большая, столы, стулья стоят там. Да, обалденная зона, на самом деле, для отдыха супер просто, вот так вот, выходные или просто вечера. Да, привезти на бассейне, но тут... Нечего дома сидеть, зачем дома бассейн, если у тебя вон, понимаешь, что? Здесь вы нигде не найдете комьюнити, где бы вам, как бы, не было на территории, да, посидите, пожалуйста. Я посидую. На территории не было, да? А, не было бассейна. Да, в Хлориде здесь бассейн будет везде, да. Ну и с другой стороны, да, в то же время можно в свой, как бы, этот бакьярд высадить там укропчик, помидорчики, собачку выгуливать и просто там валяться на травке и ходить в общий бассейн. Так, мы выезжаем. Отсюда выезжаем и попадаем вот здесь, вот видите, это Тамия Митрео, это 41-я трасса, и мы прям сразу выезжаем, да, на нее. Вот я просто хотел посмотреть, и я посмотрел. Что ты делаешь? Так, я обратно, потому что нам на нее не надо, мы поедем на 75-ю трассу в обратную сторону, вот. А так вот, как видите, вот отдельно для визитов. А вот, кстати, Юхом Галери можно было посмотреть, но мы уже походили, посмотрели. Да, мы показали, тут, в принципе, особо сейчас показывать нечего. Вот смотрите, и это будет КПП, которое вот здесь только для визиторов, вот видите, камера, там все такое, а это для владельцев, у них будут такие наклеечки. Отдельно, да, то есть мы, допустим, приедем к ребятам в гости, мы вот здесь будем заезжать, а они будут заезжать вот здесь, как хозяева дома. Мы приедем, мы должны либо везти, а тут, либо, скорее всего, охранник будет подходить. Сейчас пока халява могут проезжать все. Да, вот здесь вот нажимать, и вот видеокамеру, вы должны помахать в поисках, сказать, что всем привет, привет. То есть вот такие основные. Да, оставить все свои ID и потом только проехать. Очень красиво. Классно, классно, мне прям очень нравится. Здорово, да, и все как бы прям, прям для нас это прям было открытие. Вот мы второй раз в этот район приехали. Мы только благодаря им узнали об этом месте. Но мы второй раз приехали, и второй раз нам еще больше понравилось, чем первый. То есть мы прямо уже задумываемся очень серьезно, что А надо ли оно нам с Шильдикной Эйплс? Потому что, по сути, ну... Эйплс в Майами, зачем? Для подавляющего большинства живущих, когда говоришь, они говорят, а, понятно, знаем, слышали, но пофигу. И, кстати, вот кто будет интересоваться, это мы уже знаем наверняка, потому что мы спрашивали. То есть речь идет о том, что вы сначала заключаете договор на кредитование, например, на моргидж, да, на ипотеку. И, соответственно, вы начинаете платить только тогда, когда вам дом сдали. То есть с этого момента у вас начинается кредит. То есть вам, получается, одобряют, вы, как бы, заключаете договор, вносите какую-то сумму, и только когда дом вам сдают, только с этого момента, принимая дом, вы начинаете, как бы, двигаться в сторону оплаты. В общем, все здорово, все классно, нам все понравилось, ужасно. В общем, ребятам, надеемся, в этом видео показали, помогли, чем-то рассказали. Всегда приятно, я понимаю, что когда ты живешь где-то вне, и не можешь просто каждый день, а все же интересно, как делается. Я вот, мне кажется... Каждая дверь, каждая розетка интересна, мне кажется. Каждый плит, тос, кухня, дверца вообще. Ну, двигается, и на самом деле существенно уже, мне кажется, что там осталось, ну, реально, прям всего ничего. Да, вот это уже, это очень быстро пойдет. Долго, наверное, вот эти все коробки строились, стены, а вот это все уже отделка быстро. Долго ждут. Говорят, что сейчас вот фрейм, допустим, для кровли ждать, там, раньше было из-за ковида, то есть, сейчас... Да, из-за ковида. Из-за ковида останавливалось строительство в какой-то момент, останавливалось производство, потом все хлынули потоком, и скопилась очередь из тех, что хотят заказать, потому что те ждали, те ждали раньше, то есть, и поэтому, ну, сейчас вроде, как говорят, уже более-менее отходит эта тема, но, тем не менее, в общем, в ковид все в два раза увеличились сроки на поставку. Вот так вот. В общем, все, друзья. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем влоге. Пока-пока.